Эти кадры облетели социальные сессии три дня назад. В таких условиях заслуженный врач Барнаула Надежда Петровна Шадрина. В прошлом она помогала и лечила, а теперь поддержка потребовалась ей. У женщины отказали ноги, а из близких к Барнауле не осталось никого. Одинокому человеку очень плохо, очень тяжело и трудно в жизни, тем более в таком возрасте. Вот лето это конкретно, полгода примерно мы ее не видим, она не ходит здесь. Надо помогать, надо просто по-человечески помогать. После того, как о ситуации узнала общественность, помочь женщине вызвались волонтеры и представители социальных служб. Убрались в квартире, вынесли пять мешков с мусором, купили вещи. Лидия проехала 4000 километров из Ставропольского края, как только узнала о состоянии Надежды Петровны. Шесть лет она присылала рентную плату за квартиру. Хоть выплатила ее давно, помогать пенсионерке не перестала. Уже люди подключились и все абсолютно помогали. Она покушала, переодели ее, помыли, уехали. И в обед она сказала, что ей приготовить. Приготовили, приехали, закупили там что-то. Во-первых, соцработники сами несли, помогали. Волонтеры, женщины сами брали эти носилки и несли. Кроме того, что ее обеспечили салфетками, подгузниками. Теперь Надежда Ивановна в 12-й горбольнице. У нее взяли анализы, сделали рентген и кардиограмму, поставили капельницу. Состояние, в общем-то, тяжелое по статусу, в смысле, то есть у нее сопутствующие заболевания и тому подобное. Поэтому ее взяли к себе в отдельную палату, проводим обследование. УЗИ, доплерография сосудов, консультации хирургов, психиатра, терапевтов. Ну, в общем, то есть полное обследование, в смысле, проведем. И лечение мы уже практически начали. Сколько пенсионерка пробудет в больнице, пока неизвестно. Но ясно точно, что один на один с болезнью и всеми трудностями она не останется. В больнице ей предоставили все необходимое. Готовы быть рядом с бабушкой и неравнодушные. Так Лидия отложила все дела в Ставропольском крае, чтобы помогать Надежде Петровне. Говорит, готова остаться с ней здесь как минимум на полгода. Анастасия Борисова, Денис Кузьменко. Новости.